Здравствуйте, я Ханжан Курбанов и это «Итоги недели» на ННТ Хватит не кормить Кавказ! Василий в Госдуме просит за Дагестан МВД и дагестанские автолюбители, как не превысить полномочия, когда превышают норму бескультуре? В Дагестане впервые чествуют не спортсменов, страна гор возвращает традиции уважения к людям науки В здоровом теле! Отличники физкультуры показывают пример всему обществу, как остаться здоровым, когда вокруг болеют Несколько дней в рио главы Дагестана Владимир Васильев был в Москве, чтобы закрыть думский этап своей политической карьеры И здесь он обращается к думцам с просьбой обратить внимание на Дагестан Вот цитата Так получилось, что сегодня Республика Дагестана имеет самую низкую подышевую поддержку из федерального бюджета Я понимаю, как никто, наверное, из моих жителей Дагестана, которых мне сейчас поручено представлять как главе Что за каждый рубль вы отчитываетесь у себя в регионе И эта фраза «хватит кормить» она не персональная, это расхожее выражение, это есть Поэтому, понимая это, если это возможно, хочу сделать такое предложение И обещаю, если вы посчитаете нужным, готов с определенной регулярностью отчитываться в зале, в комитете, который я очень уважаю О расходовании средств, что за каждый рубль, который будет выделен, я говорил это коллегам из руководства Дагестана Это народные деньги, мы за него будем отвечать Я говорил это коллегам из руководства Дагестана Это народные деньги, мы за них будем отвечать Обещание отчитываться за каждый рубль – это что-то новое для Дагестана с учетом политической культуры элит Неужели в республике будет отстроена новая система взамен коррупционной клановой? С трудом верится, но опять же у общества надежды пока не умирают Долгое время лозунг «Хватит кормить Кавказ» был главным ударным как для националистов, так и либералов На митингах и так называемых русских маршах На нем строили свою линию атаки все оппозиционные силы Естественно, таким образом они играли на националистических чувствах россиян И у общества, и у некоторых групп влияния в Кремле Такие чувства и группы были и возможно есть Стереотипы и отношения к нам – это результат не только хамского поведения кавказцев в мегаполисах России Но и накрученный медиа-образ жителя Кавказа Кавказец – значит тунеядец и криминальный тип? Сейчас о кавказах говорит человек московский, ментально русский, православный И это как бы должно переформатировать сознание в начале политических элит Когда за Кавказ говорят и напрягают жилы свои – это одно А когда человек со стороны, который тем не менее желает полюбить наш горный край Это совершенно другое Обратите внимание, как он говорит Мои жители Дагестана Я понимаю, потому что как никто, наверное, из моих жителей Дагестана Которые мне сейчас поручено представлять как главе Что каждый рубль вы отчитываетесь у тебя в регионе И вот эта фраза «хватит кормить» она ведь не персональная Абдулатипов говорил, что Дагестан кормили, но не лечили Дотационная голодовка, как выясняется, не поможет Дагестану И вот как это объясняет сам Васильев, цитирую «Эти деньги помогут нам очиститься с пониманием того, что нам дают не от богатства Я знаю, каково живется в глубинке в России Но это дают, потому что верят, что мы очень скоро можем стать донором С таким потенциалом, который есть сегодня в республике» Конец цитаты Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал нового руководителя республики И призвал депутатов использовать имеющиеся у них возможности Сказал о Дагестане, как о многонациональной республике Регионе непростом, с множеством проблем Но некоторые эксперты, к примеру, экономист, маркетолог Маир Пашаев Считают это тупиковым путем Так как, первое, денег много не дадут Второе, дадут, но в день по чайной ложке и синергетический эффект не получим Третье, откаты никто не отменял Эксперт обращает внимание Васильева на проблему оттока капитала из Дагестана Так как, по его данным, только за последние 10 лет из республики ушло не менее 200 миллиардов рублей Есть и другое мнение Любезно согласился прокомментировать эту ситуацию директор Института социально-экономических отношений Дагестанского научного центра Сергей Дахалян И вот что он сказал По статистике, да, мы самые бедные Но если брать фактически Вот если взять такую корректировку То я думаю, что мы уйдем с последних мест Надо снять многие бюрократические препоны Надо отладить работу государственного аппарата Чтобы он работал на экономику А не на себя Естественно, здесь есть группа технических вопросов Это связано с, допустим, проведением анализа Оценки современного состояния Дагестана Потому что как можно управлять регионом Если вы не знаете В ком оно находится в состоянии Статистика вызывает очень много вопросов Сомнений и недоумений Поэтому первый вопрос Это надо дать точную оценку Что происходит в Дагестане Естественно, один из ключевых вопросов Это снижение уровня коррупции и коррупционной составляющей В экономике Дагестана Как только это удастся снижение Получится сразу автоматическая экономическая активность населения Наших предпринимателей В Рио главы Дагестана Также принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета И вот что он сказал Цитирую Сейчас, находясь в Дагестане Как нигде понятно Насколько мудрым было решение Начать борьбу с ИГИЛ Там, за пределами нашей страны Конец цитаты Отметим, что по данным НАК На Северном Кавказе За последний год Ликвидировано 20 спящих ячеек Нейтрализовано более 120 их участников И заблокировано множество Экстремистских интернет-ресурсов 9 октября очередную банду террористов Накрыли силовики в Шамильском районе Дагестана Кроме того, Владимир Васильев Провел встречу и с министром По делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым С первым заместителем Руководителя администрации президента страны Сергеем Кириенко И первым заместителем Председателя правительства России Игорем Шуваловым С министром Кузнецовым Были обсуждены приоритетные проекты Которые для Дагестана Были бы прорывными Среди них создание Каспийского транспортно-логистического комплекса И строительство нового Современного морского порта Проекты, которые выведут Торговые и экономические отношения России Со странами Каспийского побережья И Персидского залива На принципиально новый уровень О международном морском торговом пути Север-Юг Не один год, говорят эксперты А привязать к этому кластеру И транспортно-тримаранную судоверь Предлагал на протяжении десятков лет Трем руководителям Дагестана Инженер и изобретатель Гамит Халидов Владимир Васильев Новый в Рио главы республики Бывший милиционер Для МВД республики Это как бы свой человек Но с другой стороны Отношения будут предельно деловыми Думаю, не удастся на волне коллегиальности Допустить какого-либо панибратства На неделе произошел инцидент Куда оказалась вовлечена охрана И кортеж одного из министров Потом заговорили, что это работники МВД республики Ребята из кортежа сыграли роль участников стоп-хам Вернее, переиграли Надавал Тумаков нарушителю Я за порядок любого порву Это девиз хороший Но тут бы самому не превратиться в дьявола, борясь со злом Видите ли, грань тонкая Для милиционеров, которые защищают общество злоумышленников Помните советский лозунг Моя милиция меня бережет Это особенно важно Раз уж мы взялись на поворотном этапе новейшей дагестанской истории Строить порядок Новый порядок Я приветствую всех честных милиционеров Давайте с нашим репортером Хадижи Курбанова разбираться в ситуации Нет за мной никакой группы Я могу только на вас опираться всех Понимаете? На всех Не на один палец На всех Только так у меня что-то будет получаться Спустя два дня после выраженной надежды на плодотворную работу Дагестан преподносит в Рио главы неожиданный сюрприз Дорожно-транспортный Грубое задержание водителя облетело все мобильные устройства Дагестана На кадрах видно, как сначала за водителем гонятся, а затем блокируют и начинают избивать Общественность в один голос заговорила о превышении полномочий представителей страж порядка Охранники применили силу в отношении водителя дорогой на марке Правоведы также утверждают, что задержание нарушителя правил дорожного движения – прерогатива сотрудников ГИБДД Прежде всего они должны были представиться, вменить ему то правонарушение, которое он совершил И соответственно также написать протокол, составить протокол о задержании и в дальнейшем доставить его в пункт полиции и разобраться со случившимся И ни в коем случае нельзя превышать должностные полномочия, кем бы ты ни работал Это закон, как говорится, дуралекс садлекс, закон суров, но он закон Заголовком мужчина не пропустил кортедж министра МВД Дагестана и был наказан, пестрят все интернет-СМИ Но была ли причина, только в этом выясняется Парень нарушил ПДД несколько раз к ряду На протяжении всего пути он создавал аварийные ситуации и не реагировал на сигналы правоохранителей Сам парень, я вам скажу, он не физик-ядерщик и не преподаватель бальных танцев Он такой шуботной парень, такой крепкий борец, все, да, и эмоциональный такой он, скажем так Незафиксированные видеосъемкой нарушения также имели место быть Но возмущенное интернет-сообщество видит только часть проблемы, считает общественник Они же тоже, получается, сотрудники полиции, они же когда остановить и так далее говорили Темная вся машина, темная номера левые, все это для сотрудников полиции это тоже считается большой ЧП И поэтому, видимо, они в пылу эмоций, в пылу этого, мы же знаем, в какой регион живем Может кто-то пристрелил бы там снутри, они же не знают, вся темная машина вообще, и номера левые После подобных автомобильных виражей и фортелей и происходят трагедии Ежегодно на дорогах Дагестана погибают около 500 человек Тысячи остаются недееспособными Другая проблема на дорогах это свадебные кортежи, опасное маневрирование, неправильная парковка, выезд на встречку Самые распространенные нарушения водителей свадебных машин, дескать, свадьба же, сегодня все дозволено Движение в свадебных кортежах не дает вам права Ни одному водителю нарушат правила дорожного движения Каждый такой факт будет жестко пресекаться После прихода Васильева в республику, к Дагестану приковано самое пристальное внимание Сложная ситуация на дорогах, превышение полномочий со стороны Старшпорядка Все то, с чем придется столкнуться новому руководству Будет ли новый порядок и сумеет ли дагестанское общество правильно среагировать на реформы? Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ Специально для итогов недели Чествовать ученым в Дагестане не принято По крайней мере, не было такого адата Крутой мафиози 90-х, отхвативший отрасль в обмен на лояльность Да Спортсмен, взявший Европу Да Шоу-мега-суперзвезда дагестанской фонограммной эстрады Да Деятель культуры Да Ученые выпадали из этого списка чествуемых На этом бале они были лишними На неделе произошло событие, которое выбивает из ряда типичных современно-дагестанских традиций Мы присутствовали на собрании-банкете, посвященном рождению доктора арабского языка знания литературы Шигаводина Гусейнова Недостаточно сказать, что это явление в общественно-политической жизни республики Еще и потому, что доселе чествовали спортсмены и деятели культуры Не было такой культуры отмечать вот такими застольями с приглашением ректора образовательных грандов и общественности Гусейнов первый доктор на Северном Кавказе по арабскому языку Это и продолжение былых научно-богословских традиций Дагестана И еще один признак того, что наша республика отходит от хинкально-борцовского имиджа Ну, слава богу, они, ученые, возвращаются Приятно Смотрим материалы Абдулла Алиева Уважаемые братья, я первую очередь поздравляю Шигаводина за то, что получил Всех, хватит Докторский И вторую очередь поздравляю всех Дагестанцев Когда-то Дагестан славился не только выдающимися спортсменами, но и выдающимися учеными В том числе и в области богословских наук Их труды получили признание и на Арабском Востоке Но начало 20 века стало переломным этапом в развитии исламского вероучения Все религиозные деятели в стране преследовались новой властью И наш горный край не стал исключением Алима преследовали и казнили Каток репрессий прокатился по всем представителям арабо-мусульманской мысли Результатом всех этих гонений стало массовое духовное невежество Последствия которого мы переживаем по сей день Но до конца погасить цвет науки в нашем крае Строителям нового порядка так и не удалось Благо нашлись люди, которые втайне, рискуя жизнью, сумели сохранить истинные исламские знания И когда наступило время, дали толчок возрождению религиозной науки Конец 20 века Преследования по признаку веры прекратились Арабо-мусульманское образование вновь начало набирать обороты В республике начинают открываться образовательные и религиозные учреждения В одном из них городе Кизилюрт начал свое обучение будущий доктор филологических наук по арабскому языку и литературе Шахабуддин Гусейнов С 1997 года по призыву своих наставников он начал учиться в арабских странах В 2006 году он окончил университет Дамаска и получил право на преподавание арабского языка и шариатских наук В 2008 вернувшись на родину поступает на экономический факультет ДГУ И одновременно с этим обучается в престижном американском государственном институте Бейрута на факультете филологии В 2014 году Гусейнов защищает кандидатскую диссертацию и в июле этого года получает докторскую степень по арабской филологии и литературе Стоит отметить, что Шахабуддин Гусейнов первый на Северном Кавказе специалист по данному научному направлению И во вторник в торжественной обстановке было проведено чествование доктора наук Я очень счастлив, очень рад Не тем, что я защитил докторскую диссертацию А что такие столь важные, столь признанные ученые, достойные шейхи, почетные люди Поздравили меня Поздравить доктора наук прибыли руководители двух крупных университетов Республики Народного Хозяйства Гамин Бучаев и Госуниверситета Муртазали Рабаданов Который в частности отметил, что Гусейнов – выпускник ДГУ Это очень хорошо, мы гордимся за имя выпускниками Вот один из наших выпускников, который пошел дальше и добился новых знаний, новых результатов Для Республики появление ученого по такой сложной дисциплине – значимое событие Радуются за него и жители родного района Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион по борьбе Хаджи Мурат Магомедов Лично прибыл поздравить Гусейнова со степенью доктора наук Поддержать сына, но уже остепенившегося до уровня доктора, приехал с села и отец ученого Как глава Гумбетовского района, как и от себя лично я хочу его поздравить Столь высокую ученую степень Это наша гордость, гордость Дагестана и России Потому что арабский язык – это признанный официальный язык во многих странах Язык, на котором говорил наш любимый пророк Мухаммад Саллила Алейху Салам Здесь всю дорогу мечтал на это И у него курс такой был, все время учился Все время захотел учиться наше исламское это веру С учетом солидного опыта и научной деятельностью Гусейнов был приглашен в Муфтиат Где возглавил отдел международных отношений Также он является полномочным представителем Муфтия в арабских странах Его великолепное знание арабского языка, навыки дипломата и знание арабского мира Позволило выстроить дружеские отношения со всеми известными современными учеными, с которыми он контактировал Говорят, что человек познается в пути поезд в Сахаре Мы не раз, лично я оказывался вместе с Шихабуддином Мухаджи с рабочими поездками как в других регионах России, так и во многих арабских странах Мы были в Сирии, в Диване, Саудовской Аравии И везде он проявлял себя лучшим образом и доказал, что на него можно положиться Шихабуддин Гусейнов один из первых дагестанцев, добившийся такого результата Но это возможно только начало и в ближайшее время есть огромная вероятность, что наши земляки заявят о себе на международном уровне И у студентов одного из религиозных вузов нашей республики, Дагестанского Исламского Университета, есть для этого все перспективы Говоря о том, какое место занимает Дагестанский Исламский Университет в рейтинге всех религиозных учебных заведений, которые зарегистрированы и работают в России Мы занимаем одно из первых мест ДИУ ежегодно выпускает свет специалистов в области религиозных знаний По окончании вуза студенты имеют право на продолжение обучения и повышение квалификации Налаженная связь с зарубежными коллегами Уже больше года старшекустникам уроки преподает известный на Востоке ученый доктор шариатских наук Мустафа Дипальбуга С началом учебного года число абитуриентов становится все больше Это говорит о том, что дагестанцы продолжают стремиться к религиозным наукам Дагестанский Исламский Университет также входит в число вузов Совета по исламскому образованию России И сам этот совет с зарубежными образовательными учреждениями, религиозными, естественно, заключает разные договоры В большинстве всей имамы республики, работники отдела просвещения Муфтиата, являются выпускниками ДИУ Самое главное, что приобретают все те, кто обучился в этом вузе, не только религиозное образование, но и духовное воспитание Это помогает им правильно распорядиться приобретенными навыками Дагестан Истари был страной не только храбрецов, но и местом, где со времен сподвижников пророка не угасал свет науки и просвещения Остается надеяться, что благодаря ученым, со света которых родился еще один доктор наук Наше общество прирастет не только новыми идеями, но и культурой Но и самое главное, культурой убеждать и дискутировать на религиозные темы В условиях риска радикализации это очень важно Абдул-Алиф, Нурмагомед Магомедов, специально для итоговых новостей ННТ В 90-е, 2000-е годы, когда у нас была проблема вухгабизма, экстремизма Вот это, мы проблему все знаем Особенно среди молодежи, это ректора хорошо это знают Меня часто журналисты спрашивали, какой выход из этой ситуации Я долго не думал, отвечал я сразу, говорю, ответ один, просвещение Сейчас тоже я на том же остаюсь Ответ, выход из любой ситуации, просвещение Готов ли ты к труду и обороне? Хватит хандрить Баби лето пока еще радует нас От болезни тела и духа, спасения Нет, не спорте, а в легкой душевной физкультуре Если хочешь быть здоров, конечно Сколько дагестанцев готовы бороться за свое здоровье на стадионах и на берегу моря В репортаже Зумруд Гамидовой К труду и обороне готов, а готово ли все общество В республику вновь возвращаются проверенные временем традиции В современном формате возрождается система ГТО За это время, что ведется работа по внедрению комплекса В республике нормативы выполнили уже более 50 тысяч наших жителей Этот показатель один из лучших в России В 2013 году республика Дагестан была на предпоследнем месте По числу занимающихся физической культурой, массовой физической культурой От общего числа населения И в связи с этим это было необходимо Чтобы ввести нормативы комплекса ГТО Почему? Потому что сейчас видно, видим, что и стадионы заполняются И много, большое количество молодежи, стариков Они хотят выполнить и получить свой заветный знак Стоит сказать, что местные чиновники сдают комплекс еще с 2014 года За успешное выполнение испытаний им, как и другим спортсменам Присваиваются знаки отличия Кроме того, за выполнение норматива на золотой знак Они получают надбавку к заработной плате Но заместитель и руководитель администрации Главы и правительства Дагестана Заор Курбанов занимается спортом Исключительно ради здоровья и хорошего настроения Вот он совершает забег на гору Таркетау А здесь бегает на различные дистанции вдоль Седого Каспия По мнению Курбанова, бег – это лучшее средство от стресса Бег – технология очень полезная И я увлекся бегом, в том числе и потому, что когда-то его не любил А сейчас бегать очень люблю и даже не представляю своей жизни Без пробежек, без кроссов Потому что ты, находясь в забеге, ты остаешься наедине с самим собой Ты можешь спокойно расставить мысли, спокойно разложить их по полочкам, что называется Стоит отметить, что значительную роль играет и религия Именно в исламе содержатся категоричные предписания здорового образа жизни От разъяснения целебных свойств растений до запрета употребления алкоголя и наркотиков Содержащиеся в Коране и Сунне заповеди и наставления Способствуют поддержанию физического и духовного благополучия человека На самом деле религия ислам уделяет очень большое внимание тому, чтобы мусульманин занимался спортом Мусульманин крепкий, сильный, лучше, чем слабый мусульманин, хотя во всех есть польза Это приведется с религией, с точки зрения религии В свою очередь медики считают, что наряду с занятиями физкультуры Здоровье человека во многом зависит от употребляемых продуктов Нарушение питания приводит к целому ряду заболеваний Обычно к нам приходят с ожирением, высоким давлением, больными суставами Сахарный диабет, запоры, всевозможные кожные болезни, псориаз, экзема И когда начинаем мы это все раскручивать, оказывается, что люди просто неправильно питаются Не пьют воду, не делают зарядку, мало двигаются В первую очередь нам надо есть ягоды, фрукты, потом идут водянистые каши, меньше молочных продуктов На Махачкалинском стадионе труд и городском пляже всегда большое количество людей Которые выполнением тех или иных упражнений закаляют свое тело и дух Здесь собираются как молодые люди, так и ветераны спорта Амарасхаб Амаров уникальный человек, посвятивший всю свою жизнь спорту Утренняя зарядка, пробежка, закаливание С этого начинается каждое утро Аксакала Свои 82 года ему нет равных Отжимания не меньше 50 раз, все на одном дыхании Все фрукты, все трава, сведевая трава и чайная трава Крапива особенно, изляк, чеснок я кушаю, как хлеб Вот, все это только по нормам Когда я чувствую, что у меня живот есть А нет, я живу, чувствую, что что есть Останавливаю Считается, что больше всего долгожителей встречается на Кавказе Но не только чистый горный воздух способствует долголетию Его главным условием является физическая активность, труд и движение По информации Минспорта Республики к занятиям физкультурой и спортом Сегодня привлечено более 1 миллиона жителей Дагестана Это 34% от общего числа населения И это, несомненно, дает надежду, что Дагестану удастся обеспечить достойный уровень физического благополучия каждого жителя республики Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Дурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Специально для итогов недели Это были итоги недели по версии нашего телеканала Все у нас будет До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова